Эфир телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. В студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. Стратегию пространственного развития страны обсудили в правительстве под руководством Михаила Мишусина. К дискуссии в режиме видеосвязи присоединился и ради хабиров. По словам главы Кабмина, участие губернаторов очень важно для получения обратной связи, чтобы учесть мнение жителей региона и бизнеса. Актуализированная стратегия ляжет в основу решения задач по повышению качества жизни людей в городах и селах. Все меры и мероприятия, вошедшие в документ, должны быть синхронизированы с обновленными отраслевыми подходами, национальными проектами, госпрограммами, а также с планами строительства инфраструктуры. Приоритетной станет и поддержка малых, а также средних городов, сел, но не следует забывать и о мегаполисах, заявил Михаил Мишустин. Продолжать активное развитие и крупных агломераций, именно в них концентрируются инновации, зарождается и крепнет новая экономика, включая креативные индустрии. Там традиционно лучший уровень производительства. Ну и участники стратегической сессии обсудили инструменты и меры поддержки региона, в том числе программу комплексного развития сельских территорий, стимулирующие механизмы создания высокотехнологичных рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, ну и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики. Госсобрание Башкортостана инициирует внесение поправок в жилищный кодекс страны. Они касаются размещения компьютерных клубов в нежилых помещениях многоквартирных домов. Проект закона представил руководитель фракции ЛДПР Юрий Рудаков. Он обяжет предпринимателей получать разрешение на открытие развлекательных игровых и досуговых центров у собственников жилья. По словам Рудакова, к депутатам поступает большое число жалоб по поводу нарушения прав жителей многоквартирных домов. Заявители отмечают, что работа таких клубов сопровождается рядом неудобств. Работа подобных заведений, в том числе в ночное время, сопровождается большим скоплением автомобилей на придомовых территориях, громкой музыкой, шумом, криками, разбросанным мусором, а также повреждением общества и имущества многоквартирных домов. При этом обращения в правоохранительные и контрольно-надзорные органы результатов не дают. Кроме того, собственники не могут повлиять и на открытие таких клубов в своих домах. Поправки в жилищный кодекс предлагается распространить и на действующие развлекательные центры. Для них установят переходный период на полгода со дня вступления закона в силу, чтобы получить согласие собственников для дальнейшей работы. 220 миллионов рублей выделили в этом году муниципалитетом Башкортостана на уличное освещение. К октябрю смонтировали 4000 светильников из 5000 планируемых, сообщила исполняющая обязанности главы Минжекха Ирина Голованова. Работы завершат до конца октября, но и на средства из бюджета также установили 1250 опор освещения и смонтировали 100 километров электросетей. При реализации программы улучшения систем наружного освещения подрядчики устанавливают светодиодные энергоэффективные светильники с увеличенным сроком службы. Ну и кроме этого, власти некоторых муниципалитетов используют механизм энергосервисных контрактов. По ним уже заменили 117 тысяч светильников. Также на территории республики реализуется программа по благоустройству. Это формирование комфортной городской среды и башкирские дворики, в рамках которых также выполняются данные работы. Так, с 2019 по 2023 годы в рамках программы «Башкирские дворики» установлено более 6 тысяч светильников. В 2024 году устанавливается еще 799 светильников. Для освещения пешеходных дорожек и тротуаров устанавливаются современные декоративные светильники, которые создают комфортную, уютную атмосферу во дворах и общественных пространствах. Ну и напомню, старт программы улучшения систем наружного освещения был дан в 2019 году. Она реализуется во всех 63 муниципалитетах. За 5 лет по ней установили более 48 тысяч новых светильников на 900 миллионов рублей. 16 миллионов рублей направили на обновление дворовой территории по улице Шатар-Уставели в Уфе. С комплексным благоустройством общественного пространства в рамках программы «Башкирские дворики» ознакомилась правительственная комиссия. На территории отремонтировали проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установили детскую площадку с безопасным покрытием. Ну и кроме того, во дворе расширили парковку, а также модернизировали уличное освещение, подключили камеры видеонаблюдения, ну и провели озеленение. Местные жители также попросили посодействовать в вопросе капремонта крыши и благоустроить расположенный рядом Непейцевский дендер-парк. Между 25 октября и 4 ноября я приду там, давайте увидимся. Вы за это время примерно подготовьте, и мы определим деньги, не спеша, куда нас чем-то дадим. Ну и в 2024 году по программе «Башкирские дворики» в Уфе благоустроили 10 дворовых территорий, где расположены 33 многоквартирных дома. На эти цели направили 237 миллионов рублей, ну а за 5 лет в регионе обновили 1326 дворов на сумму в 6 миллиардов 200 миллионов рублей. И в Уфе с молотка продают принадлежащий фонду жилищного строительства Башкортостана, памятник культуры, служба судебных приставов. Совместно с Росимуществом выставили на торги объект, состоящий из двух зданий. Вот обе процедуры назначены на 7 ноября. Заявки на участие принимаются с 11 октября по 1 ноября. Объект культурного наследия, дом торговый, расположен в деловом центре города на улице Ленина. Здание площадью в 4000 квадратов продается с начальной ценой в 373,5 миллиона рублей. Нежилое здание, Бестро, площадью в 105 квадратов по тому же адресу, выставлено на продажу за 16 миллионов. Имущество фонда было арестовано в рамках исполнительного производства в мае. В августе приставы утвердили постановление о передаче его на реализацию. Лоты выставлены на продажу в рамках взыскания долга перед региональным фондом. Ну и новому собственнику памятника культуры также передадут охранные обязательства. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.